Ирина переезжает сегодня Мы ее здесь и поселим, как раз завтра святой Михаил Да, значит вот это есть комплекс королевских дворцов который был построен, начался этот королевский комплекс в 1636 году и этот дворец, самый большой, самый красивый, самый законченный дворец был построен царем Фасилем и в 1636 году он сюда въехал в 1632 году он начал строить за четыре года он и так отстроил все и сдал под ключ вот, этот дворец был сильно разрушен во время Второй мировой войны однако не было так, что вы даже видеть не можете половина дворца здесь не была, она крупная просто бомба упала сюда итальянцы здесь были они сделали здесь склады оружия в этих зданиях и англичане бомбили этот комплекс и разбомбили здесь очень много в данный момент этот дворец почти полностью восстановлен первый этаж и второй этаж восстановлены а дальше третий и четвертый этажи еще не восстановлены до конца там опасно, поэтому туда не пускают туристы царь Фасиль основал Гондар самым главным образом для того, чтобы бороться за единство Эфиопии и для того, чтобы бороться за чистоту православной церкви и если подняться на этот дворец точно на север, точно на юг, точно на запад и точно на восток стоят четыре церкви, которые построил Санцарь Фасиль когда царь Фасиль умер, этот дворец был оставлен он умер в 1667 году и его сын, царь Йоханнес построил себе другой дворец вы когда смотрите на каждом дворце у вас будут таблички там написано имя царя, который построил и годы, когда он построил все остальные дворцы, к сожалению и дворец царя Йоханнеса и дворец царя Ясу внука царя Фасиля и другие дворцы, которые здесь есть царь Бакарфа, царица Минтваб они все в очень жаловом состоянии находятся потому что их разбомбили англичане в 1941 году пытаясь отсюда выбить итальянцев поэтому дворец в таком состоянии нашелся интересно здесь посетить вот вам гид покажет сауна, это наш гид сауна царя Фасиля потому что он был вообще с ума сходил по поводу он с вас